Это история 13-летней Эйприл Фаб, которая исчезла весенним днем, поехав на велосипеде в гости к сестре в соседнюю деревню. Приятного просмотра. Эйприл Фаб родилась 22 апреля 1955 года в Мэттоне, графство Нарфолк, Великобритания. Она была младшей из трех дочерей Эрнеста и его жены Алиф Фаб. Мэттон представлял собой небольшое фермерское поселение. Люди здесь занимались сельским хозяйством и вели размеренный образ жизни. Эйприл была типичным подростком того времени, коллекционировала марки, обожала группу Амен Корнер, плакат которой висел на стене ее комнаты, любила играть со своим терьером Труди. Девочка росла довольно застенчивой. Она была из тех, кого называют домашними. Старшие сестры Эйприл, Памела и Диана, на момент описываемых событий уже вышли замуж и жили своей жизнью, но поддерживали тесную связь с родителями и младшей сестрой. Родственники ежедневно созванивались и часто ездили друг к другу в гости. Вторник 8 апреля 1969 года был очередным днем пасхальных каникул. Стояла солнечная погода. Эйприл решила съездить в гости к старшей сестре Памеле, которая жила в соседней деревне Роутон, расположенной в трех километрах от Мэттона. Муж Памеле отмечал день рождения, Эйприл приготовила зятю подарок – коробку дорогих сигарет. Примерно в 13 часов 50 минут Эйприл выехала из дома на бело-голубом велосипеде. Кроме приготовленных в подарок сигарет, девочка взяла с собой только несколько мелких монет. Около 14 часов Эйприл остановилась, чтобы немного поболтать с двумя своими одноклассниками. В 14 часов 06 минут девочку, выезжавшую из Мэттона на бело-голубом велосипеде, видел один из жителей деревни. В 14 часов 15 минут патрульные полицейские заметили в нескольких сотнях метров от Мэттона велосипед, сброшенный с дороги к полю. Мужчины удивились, но трогать велосипед не стали. К вечеру этого же дня проезжавший мимо водитель доставил брошенный велосипед в полицейский участок. Ее родители, супруги Эрнест и Алиф начали тревожиться, когда Эйприл не вернулась домой к сумеркам. У старшей дочери они выяснили, что девочка в доме сестры так и не появилась. В 22 часа родители отправились в полицию. Полицейские практически сразу отмели версию того, что Эйприл могла сбежать из дома. Девочка была не из тех подростков, которые стремятся к свободе и приключениям. Да и найденный велосипед Эйприл красноречиво свидетельствовал, что история более тревожная. Десятки полицейских со всего графства Нарфолк привлекались для прочесывания местности. Единственной находкой стал носовой платок с каплями крови и вышивкой в виде буквы А. Однако родители не опознали эту вещь. Позже выяснилось, что платок выкинула в поле одна из местных жительниц. Им женщина останавливала носовое кровотечение сыну. Собаки тоже не смогли помочь в поисках. След они не взяли. Полицейские тщательно обыскали все 300 домов Мэттона, но безрезультатно. Никаких следов присутствия Эйприл они не обнаружили. Несколько жителей деревни видели днем 8 апреля незнакомый темный фургон, пронесшийся мимо на большой скорости. Найти его так и не удалось. Поступили сведения, что Эйприл видели на железнодорожной станции. Но эта информация не нашла подтверждения. Ответственными за расследование исчезновения Эйприл ФАП в разные годы были несколько выдающихся следователей. Каждый стремился раскопать новую информацию. Так, в 80-е годы в похищении Эйприл подозревался серийный убийца Роберт Блэк, живший в то время неподалеку. Он искал своих жертв именно на обочинах дорог. Сам Блэк категорически отрицал свою причастность, а из обличающих его улик найдено не было. Судьба Эйприл ФАП, которой сегодня было бы 64 года, так и остается неизвестной. Делитесь своим мнением в комментариях, а также ставьте лайки. Этим вы поможете в продвижении канала. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи в следующих роликах.